Добрый вечер, программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Госкомсвязь собирается заставить украинцев покупать сим-карты по паспортам. Хорошо это или плохо? Кому это выгодно? Что потеряет и что выиграет от этого сам бизнес мобильной связи? Об этом мы будем сегодня говорить с гостем в студии, который я вас с удовольствием представляю. Василий Николаевич Петровский, директор территориального управления, одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Собственно не только украинских, скажем так, потому что нам будет важно еще ваше мнение в отношении того, насколько наша ситуация похожа на то, что уже произошло в соседних странах. Но вначале, для того, чтобы все были в курсе, о чем пойдет речь, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Россиянин Игорь Василенко в Украине частый гость. За годы работы здесь привык легко подключаться к мобильным операторам. Стартовые пакеты можно купить прямо на улице. Игорь говорит, в России для этого надо оформить договор с компанией. Жизнь Российской Федерации кардинальным образом отличается от жизни в Украине. То есть это конфликтные ситуации общеизвестные, туристические акты. Люди жертвуют своей свободой для того, чтобы отставить какие-то другие интересы государства и личности и так далее. Пожертвовать анонимностью абонентов мобильной связи планируют и украинские законотворцы. Правительство обязало службу госпецсвязь. Это ведомство контролирует информационные и телекоммуникационные системы. Продумать изменения в закон Украины о телекоммуникациях. Если их примут, сим-карту можно будет купить только с паспортом и только в специализированном магазине связи. З метою подготовки законопроекту в администрации Держспецзвязку было утворено межвидомчую рабочую группу, до якої увошли уповноважені представники Министерства внутренних справ Украины, Национальные комиссии, что здействует государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Службы безопасности Украины, Минэкономразвитка, операторов телекоммуникаций, громадских организаций. В Кабмине полагают, с новым законопроектом защитники порядка смогут работать оперативнее, раскрывать больше преступлений. Правоохранители соглашаются с законотворцами, а вот юристы в эффективности нового документа сомневаются. Говорят, законопроект слишком абстрактный. Я не думаю, что эти меры радикальным образом повлияют на идентификацию тех или иных людей, деятельность которых связана в том числе и с передачей какой-либо незаконной информации. В какой-то части может быть да, но то, что это радикальным образом повлияет на контроль и борьбу с преступностью, я сомневаюсь. Очень часто используются мобильные телефоны для проведения других преступлений. Как правило, это тяжкие, особо тяжкие преступления. Это вопросы связаны с вымогательством, это вопросы связаны с получением выкупа. На мой взгляд, этот законопроект позволит правоохранительным органам поднять на более высокий уровень процент раскрываемости данных видов преступления. Дебаты о спорном законопроекте развернулись и на интернет-форумах. Главная мысль здесь – документ нарушает права человека. Но юристы говорят, требования Конституции в законопроекте как раз соблюдены. Лицо приобретает ту или иную карточку. В чем его нарушены права? Да, он предоставляет информацию. Другая проблема в том, кто будет собирать эту информацию, с какой целью будет использоваться эта информация, какие банки данных и у кого из государственных органов будут содержать эту информацию. Больше других законопроектом обеспокоены операторы мобильной связи. Продажи резко упадут. В то же время придется открывать много специализированных магазинов, говорят сотрудники мобильных компаний. Для жителей Глубинги купить сим-карту станет непросто. Стихийная продажа стартовых пакетов будет под запретом. Наш рынок развивался по пути беспаспортной системы, и он уже сформирован в таком виде. Если речь идет о дальнейшем подключении всех оставшихся абонентов по паспортной системе, тогда непонятно, зачем это, собственно говоря, вообще вводить. Операторы мобильной связи прогнозируют, запрет стихийных продаж может привести к развитию теневого рынка. В России приобрести сим-карту без документов можно даже рядом со специализированным магазином, говорит Игорь Василенко. Можно выйти за угол, и всегда вам, даже в этом же магазине, кто-то может предложить купить симку по его паспортному документу. Чтобы узнать, как к мобильной реформе относятся харьковчане, мы провели интернет-опрос. Всего за неделю на сайте медиагруппы «Объектив» проголосовали почти 2000 человек. Три четверти из них против проекта закона. Сейчас законопроект проходит согласование в органах исполнительной власти. Только после изменений и доработок он попадет в кабинет министров. В госпецсвязи считают, пока документ не доработан, у операторов и пользователей мобильной связи нет причин для беспокойства. А вот в Верховной Раде некоторые депутаты уже приняли новый проект закона в штыки. Заявили, что не верят в государственные гарантии и надежность электронных баз данных. А потому новый законопроект не одобрят. Ну что ж, вот такой вот у нас сюжет. В принципе, проблема понятна. Я пока не хочу говорить о правах и свободах человека. Давайте сосредоточимся, собственно, на том, что выигрывает и что теряет мобильный оператор. И насколько, скажем, будет продвинуто или наоборот заторможено развитие мобильной сети в Украине. Не знаю, насколько справедливы мои данные, но речь идет в Украине сейчас примерно о 55 миллионах абонентах мобильной связи. Из них чуть ли не 97% это те, которые пользуются неконтрактными формами, без указания своих паспортных данных. То есть, грубо говоря, покупают симки. Ну, я думаю, 97% это завышенная цифра, 90, чуть больше 90% это имеется в виду наши абоненты, абоненты других операторов, которые не имеют контрактной формы подключения. И, естественно, вот это все имеет отношение именно к этой категории наших абонентов. Что можно сказать на сегодняшний день, насколько она затронет? Но если мы знаем из самого начала действия мобильной связи в Украине, у нас была контрактная форма. Эта форма была нормальная, люди про нее понимали. Затем, 10-11 лет назад было принято решение о том, что можно подключаться и без контракта. На что была очень хорошая реакция нашего населения. И практически вот то количество, где-то 45 миллионов абонентов, именно пользуется этим бесконтрактной формой. Что это нам даст? Ну, если закон будет принят в том чтении, в котором предлагает Госкомспецсвязь, то в данном случае мы будем иметь достаточно большие проблемы с точки зрения возможности наших людей получать ту услугу, которую они сейчас получают. Потому что мы знаем, что на сегодняшний день специализированные магазины находятся только в областных центрах. А что имеется в виду, когда говорят специализированные магазины? По большому счету, для того, чтобы взять у человека паспортные данные, никакой специальной аппаратуры не нужно? Ну, ксерокс разве что, да? Ну, нет. Тут я вам так скажу. Для того, чтобы сделать контрактное подключение, нужно кроме ксерокса паспорта, нужно еще заключить так называемый договор. И все данные этого договора должны быть внесены в систему учета. И это все делается только в сетях, которые имеют, ну, будем говорить, прямое отношение к оператору. А в другом каком-то магазине это сделать нельзя. Таких специализированных магазинов в Украине немного. Я же говорю, что они находятся в областных центрах, их может быть несколько, ну, в крупных городах, которые имеют большое количество населения. Все остальные этого будут лишены. И вот вы можете представить, какое количество людей должно быть обслужено нашим экспертом по продажам, вот, для того, чтобы охватить ту всю аудиторию, которая желает иметь мобильную связь. Это достаточно длительное время, оно занимает в разных случаях от 20 до 40 минут. И представьте, 45 миллионов, если мы должны их перерегистрировать. А речь идет, кстати говоря, о перерегистрации, или это все-таки касается тех, кто будут новыми абонентами? Ну, если читать правильно закон, то вроде бы как это касается, что это для новых абонентов. Ну, а в нынешнее время мы прекрасно понимаем, это не решение проблемы, которые хотят сделать на сегодняшний день изменения в законодательстве. Почему? Потому что львиная доля, как было не обозначена контрактом, так и не будет обозначена. А если решать вопрос, то мы можем только представить, какие затраты может понести оператор для того, чтобы организовать это. На сегодняшний день наши салоны-магазины, которые сейчас работают, они в основном работают на послепродажном обслуживании. То есть клиенты приходят, меняют тарифные пакеты, выясняют какие-то проблемные вопросы и занимаются продажами. Но это является на сегодняшний день не основным местом продажи, а больше всего эти продажи, так называемых стартовых пакетов, они производятся или нашими партнерами, которые у нас являются помощником в этом вопросе, или просто так называемая лоточная продажа. И на этих лотках продает и практически человек, купив стартовый пакет, может получить услугу сразу. А если представить ситуацию, что человек, который проживает в деревне, на большом расстоянии от районного центра, ему нужно ехать в областной центр для того, чтобы зарегистрироваться, естественно, он этого делать не будет. Ну и вы сами прекрасно понимаете, что определенную часть населения мы просто ограничим в возможности получить, так называемую возможность общаться между собой, а это, в свою очередь, даст не совсем хорошее отношение на сегодняшний день именно к тому, кто-то имеет, а я почему не могу иметь, потому что не приехал. А вот интересно, что предполагает этот закон, и что, например, может быть, какие-то есть похожие нормы в соседнем государстве нашем, в Российской Федерации, в отношении передачи собственного карты. Вот, например, я хочу себе купить пять стартовых пакетов, прихожу, оформляю на свой паспорт, пять, соответственно, для семьи, например, и начинаю дарить. Вот это законно или нет? То есть человек, который уже нет, получается, да? А как же ребенку, например, тогда оформить? Назвать его незаконным нельзя, вроде бы как подарок, но, с другой стороны, если мы говорим о детях, которые не имеют возрастного ценза, он пользуется. Мы на сегодняшний день видим ребенок 5-6 лет, ученик первого класса, он уже ходит с мобильным телефоном, потому что мама, папа, бабушка его ищет в случае, если он куда-то движется. А здесь, вроде бы как, незаконно. С другой стороны, ответственность за то, кто будет пользоваться этим телефоном, несет все-таки человек, на которого оформили. Так вот, это как раз и непонятно. В чем ответственность? Я ведь, да, я оформил на себя телефон, так как я оформил на себя машину. Но если кто-то сел, например, на мою машину и сбил пешехода, ведь не я ответственность несу, а тот человек, который его сбил. Совершенно верно. Абсолютно вы правы с этим. Но с другой стороны, ответственность о том, что телефон был передан тому, то уже если кто-то будет спрашивать, можно понять, кто. Для наших правоохранительных органов это тоже один из вопросов, по которому они будут, ведь на сегодняшний день они могут узнать, чей это телефон, а кто им пользуется, это уже вопрос немножко другой. Так ведь, даже если, я же еще раз говорю, даже если будет телефон куплен на паспорт, да, ну, не факт, что я им пользуюсь. Я могу купить 10 телефонов и 20 сим-карт, меня же в этом закон не ограничит. Нет ведь нормы там, да, вот отпуска в одни руки, как раньше. В принципе, я могу купить сколько угодно. Я не должен отвечать за то, кто пользуется этим телефоном. Преступного действия я же не совершаю. Тогда в чем смысл для правоохранителей? Я абсолютно с вами согласен. В этом как раз и есть непонимание вот этого документа со стороны, как бы сказать, большинства людей, которые ведут разговоры в этом вопросе. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы как мы в чем-то заставляем и узаканиваем, а с другой стороны, а что это даст? А сколько фактов продажи данных сим-карт и прочего есть на черном рынке, возле тех же самых магазинов, люди, которые не имеют определенного места жительства, по поддельным паспортам. Это все возможно. И наверняка может работать. Почему? Потому что люди хотят заработать. Это что-то стоит, и он хочет это сделать, он может это сделать. А ответственность, каким образом это уже будет нести тот человек, будут искать какие-то выходы, оправдания. Хотя это очень сложно. Вот еще одна из форм мошенничества и одна из угроз, которые, по крайней мере, пользователи российских форумов обсуждают, это то, что есть нечестные, собственно, даже продавцы специализированных магазинов, которые, получив ваши паспортные данные и образец подписи, могут вот тут же, не сходя с места, оформить хоть 100, 200 этих сим-карт и продать их. И вы, получается, что где-то уже участвуете в какой-то террористической деятельности. Ну, в какой-то мере опасность в этом вопросе есть, и я думаю, не только в России, она такая опасность существует и у нас. Нельзя сказать, что это является уж повальной системой, но такие случаи у нас были, и они могут продолжаться. Но если на сегодняшний день в этом нет такой большой необходимости, люди приходят, покупают стартовый пакет и пользуются им, и не требуются этого, то когда же их заставят, они обязательно найдут какой-то способ выйти на то, чтобы пользоваться телефоном, и кто этим телефоном пользуется, чтобы никто не знал. Ну, ситуация, в принципе, по большому счету, есть вот с оружием, да, то есть простой гражданин без документов, без разрешения, оружие купить не может. У преступников оно есть всегда, на то они и преступники, да, значит, у них есть какой-то выход, и вопрос решают они именно таким образом, так что таких возможностей очень много, поэтому мы с точки зрения, как оператор, смотрим немножко по-другому. Для того, чтобы удовлетворить, не создавать очередей, мы должны создать большое количество торговых точек, а это, соответственно, большие затраты. Эти затраты увеличат себестоимость продукта, соответственно, могут лечь на плечи нашего клиента. И это не совсем правильно. С другой стороны, 10-11 лет народ пользовался этой возможностью, а теперь друг его ограничивает. Не дай бог, еще заставят всех остальных переоформляться. Это будет очень большая проблема, которую оператору справиться будет очень сложно. Скажите, а как отреагировал рынок, собственно, в России, когда ввели соответствующие ограничения, то есть, сим-карта по паспорту, насколько изменился рынок мобильной связи там? Ну, мне кажется, сильно не изменился. Почему? Потому что это все было изначально. То есть, вопрос покупки стартовых пакетов при наличии документов, он, по сути дела, не ограничил, потому что до этого у них не было прецедентов. Аналогичная ситуация в той же самой Белоруссии существует. Хотя есть и обратные примеры. Вот в Японии была покупка стартовых пакетов через документ, при наличии документа. Сегодня они работают по предоплате, то есть, покупают без документа. И это абсолютно, это дает определенное развитие рынку. А, соответственно, это будут доходы, это то, что мы платим государству. Я не думаю, что от этого сильно выиграют правоохранительные органы, а то, что меньшее количество клиентов будет, соответственно, меньшая доля доходов от компании поступит в государство, это наверняка. Вот еще такой вопрос, еще опасение, которое высказывают пользователи интернет-форумов. При переходе на контракт, то есть, отказ от услуги предоплаченной, возникает опасность попадания в долги. Иногда даже совершенно неосознанно, то есть, человек выезжает, у него там роуминг какой-то там непонятный, да, или там связь, как-то интернет через ВАП там налажен. Ну, то есть, достаточно дорого. Человек этого не знает, пользуется. В конце месяца ему там приходит счет на тысячу на две долларов, он недоумевает. Ну, для России эта ситуация, в принципе, стандартная. Стандартная. Готовы ли вы сейчас здесь, в Украине гарантировать то, что у нас этого не произойдет? Нет, я не могу сказать, что мы не готовы, но то, что это будет более частым фактором прохождения в ситуации, когда человек не может проконтролировать свои разговоры, потому что ему дают возможность кредита, вот, и эта возможность использовать зачастую, ну, будем говорить, в счет такого-то долга, и потом выяснять отношения. Я думаю, что в данном случае все-таки припейд намного проще, четче, есть деньги на счет, ты разговариваешь, деньги пришли к окончанию, значит, твоя возможность ограничена, пополнить. А как пополнять счет за границей? Ведь сейчас это все решается проще, а там есть вопросы. Ну, что ж, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Будем надеяться, все у нас будет хорошо, обойдется без лишних полицейских строгостей, их в последнее время и без того. Я думаю, точно. Спасибо и вам за внимание. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok